Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и этим видео я начинаю FFA сериал Sid Meier's Civilization VI за Персию. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к действу, я хочу объяснить правила, по которым мы играем и почему они такие, чем они лучше для сетевых игр, потому что меня часто об этом спрашивают в комментариях. Итак, данная партия будет длиться 150 ходов, все победы включены на карте Пангея, первые 50 ходов, лимит времени 2 минуты, в дальнейшем лимит времени 4 минуты. Запрещено пропускать великих людей, запрещено строить два чуда, геликарнатский мавзолей и венецианский арсенал, запрещено принимать пантеоны бог-кузницы, богиня урожая и богини земли, а также верование защитник веры и крестовый поход. Почему же именно такие правила и почему я рекомендую именно так проводить сетевые партии? Ограничение в 150 ходов возвращает возможность победы по очкам. Эмпирическим путем выяснено, что именно за 150 ходов плюс-минус ходов 10 можно вполне спокойно победить и научно, и культурно, и религиозно, и военным путем. Если ставить больше ходов или вообще это ограничение убирать, то большинство будут стараться победить научно или закидывать друг друга ядерками. В случае же ограничения вы не сможете закидать прямо всех, а чтобы победить научно или культурно, надо будет действительно постараться. Ограничение таймеров происходит из-за того, что динамический таймер в шестой циве очень большой. И уже после середины игры ходы становятся неоправданно длинными. Те, кто смотрел мой недавний FIFA сериал за Польшу, помнят, что серия длится почти полтора часа, а проходит всего 9-10 ходов. Так вот, чтобы придать игре динамичности, введено вот это правило, что в начале 2 минуты полный таймер, потом загружается сейв и таймер меняется. Я, пожалуй, скажу, что и 4 минуты маловато будет. Мне кажется, лучший вариант это 5, но не больше. 4-5 минут на последующие 50-60 ходов, это действительно придает игре динамику. Но при этом и не заставляет судорожно кликать по юнитам, не заставляет людей отсиживаться и не воевать, потому что они не успеют всеми юнитами походить. Но я все-таки надеюсь, что в Фераксис будет патчами динамический таймер править и делать его более быстрым. В 5-й циве, например, меня таймер больше устраивает. Почему запрещено пропускать великих людей? Да, потому что они неравнозначны между собой. Если бы действительно великие люди 6-й цивилизации помогали побеждать разными стратегиями, то да, вы бы пропускали ненужного вам великого человека, брали бы другого. Но, к сожалению, происходит так. Кто-то первый набирает очки великих людей, он решает, нравится ли это ему человек или не нравится, он понимает, что в этой эре есть более классные люди и просто начинает пропускать. А потом за более дешевую цену берет очень хорошего великого человека. Если же запрещать пропускать великих людей, стратегия выбора великого человека и подгонки его остается. Вы решаете проводить проекты или нет, вы решаете тратить веру или деньги на покупку того или другого великого человека. Но вот эти пропускания вообще всех великих людей, которые вам не нужны, уходят. И игры действительно становятся более разнообразными. Запрет на постройку чудес очень прост. Венецианский арсенал слишком крут на море. И несмотря на то, что мы играем на Пангеи, если две нации какие-нибудь окажутся на море и одна из них построит венецианский арсенал, у второй не будет просто никаких шансов отбиться. Напоминаю, венецианский арсенал дает дополнительную копию морского юнита, который вы построили. И таким образом вы просто в два раза больше получаете кораблей, чем ваш соперник. Фераксис достаточно пофиксить это чудо, сделав вот это удвоение только в том городе, где это чудо построено. На данный же момент чудо работает почему-то сразу во всех городах, что слишком-слишком круто. Ну и Геликарнатский мавзолей примерно та же механика, только в отношении флотоводцев и инженеров. Кто не в курсе, объясняю. Мавзолей в Геликарнасе дает великому адмиралу и великому инженеру плюс один заряд активной способности. Любому адмиралу и любому инженеру. Если еще по поводу адмиралов с этим можно мириться, то, например, если вы берете инженера на плюс 100% к строительству космических деталей, то вы его запускаете два раза и получаете уже 200%. То же самое касается инженеров на просто производство к деталям. То есть Геликарнатский мавзолей, построенный тем человеком, который идет на научную победу, практически гарантирует ему 95% победы. Что слишком-слишком круто. Опять же, Фераксис может это пофиксить, например, сделав невозможным использование этой способности на тех инженеров, которые позволяют побеждать космической гонкой. Но пока мы имеем то, что имеем. Последние запреты касаются верований. Пантеоны. Бог-кузница дает плюс 25% для строительства древних и античных военных юнитов. То есть, грубо говоря, если вы приняли этот пантеон и воюете с соседом, то вы на каждые его 4 юнита имеете 5 своих. Это в абсолютно одинаковых условиях. В мире шестой цивилизации это слишком крутой бонус. И он не может быть никак компенсирован соперником, поэтому имеет смысл запрещать этот пантеон. Два других пантеона касаются веры. Богиня урожая дает веру, равную полученному урожаю при сборе ресурсов и удалении особенностей местности. То есть, если вы вырубаете лес, если вы собираете камень, собираете пшеницу, собираете рис, то вы получаете очень много веры. Вы можете сами попробовать в сетевой скорости, там против компьютера. Увидите, что этой веры так много, что в будущем вы, взяв, например, за веру в политическом районе здания, которое позволит за веру покупать юниты, сможете очень неплохо накупить юнитов. То же самое касается и богини с земли. Плюс одна вера от тайлов с престижем. Собственно, в прошлой игре за Польшу я этот пантеон и взял, и вы могли видеть, что я просто на ровном месте, практически с каждого тайла имею одну веру. И это действительно очень много. Если все остальные пантеоны на веру, там, кромлихи, дают веру от каменоломин, которых не может быть слишком много вокруг. Религиозные идолы плюс две веры от рудников на бонусных ресурс. То есть тут еще надо постараться, чтобы вера была. То эти пантеоны дают очень много веры практически ни за что. Ну а религии, крестовый поход и защитник веры это просто плюс десять к силе юнитов. Защитник веры в ваших городах, когда на вас нападают. Крестовый поход в чужих городах, когда вы на эти города нападаете. К сожалению, в шестой цивилизации плюс десять силы это слишком большой бонус во время войны. Если бы Фераксис уменьшил этот бонус до плюс пяти, можно было бы вполне играть. Но плюс десять, это значит, что одинаковые юниты, один с действием этого верования, другой без, будут уничтожаться очень быстро. И это действительно никак не конт. Опять же, в прошлой игре, где я был за Польшу, крестовый поход взял человек, игравший за Грузию. Он очень долго воевал с ацтеком, а взяв это веры, у него пошло все очень-очень... Надеюсь, я смог вам объяснить, почему подобные правила сейчас используются при сетевых баталиях. Ваши сомнения по этому поводу или дополнения можете, конечно же, оставлять в комментариях. Но на данный момент я рекомендую всем играть сетевые партии именно с такими правилами. Ну а теперь непосредственно к игре. ФФА на восьмерых. Я играю за Персию против двух Греций и Перикла и Горга. Китая, Нидерландов, Франции, Германии и Америки. Есть как и знакомые для вас игроки, так и новые. Партия получилась интересной и держащей в напряжении до конца. Так что с большим удовольствием вам ее и показываю. Не забывайте, что нельзя оставлять бессодержательные спойлеры и оскорблять участников. Приятного просмотра. Что, начинаем за Персию играть. Очень-очень хороший старт. Это очень хорошие места. Речки или море? В начале игры, то есть можно даже никуда не ходить. Тут есть и производство, и еда, и все на свете. Так, единственное, что нету реки, ну, на реке я вижу сверху есть. То есть второй город, например. Если там, например, будет хорошая и становится центр коммерции. Тут можно и на море, а это нельзя. Наверное, сам пойду туда. Холмы просчитай. Тоже отличные места. Начну расти. Опять же, шефт-энтер на откладывание на поселенца будет. Правда, сейчас нету производства для какого-то откладывания, но город вырастет два хода. Ну, как, нету. Одна шестереночка есть, но город за два хода вырастет. Слушайте, подождите. Мне и нету смысла откладывать тогда. Ну как, одна шестеренка будет. То есть я сейчас, когда город через два хода станет в два жителя, я, собственно, сразу начну строить поселенца. Так, давайте откроем. Что мы откроем? Что нам надо? Цитрусовые. Нету... Нету где. Ну тут, конечно, можно будет. Так, давайте, наверное, на животноотство. Если я смогу лошадей обработать и оленей. Сразу два ресурса роскоши есть. Вон третий рядом. Я думаю, у меня второй город тут, скорее всего, будет. Ну, в общем, старт неплохой, по-моему. Смотрим, что у нас тут. Окей, ну тут джунгли, конечно. Не самое прям фантастическое место. Раз, два, три. То есть надо будет как-то вот так треугольником города ставить первые. Внизу я тут вижу, что конец. Опять же, можем смотреть по... Прести... Ой, по... Блин, где поселенец. Видите, тут красный. Хотя, красная... А, ну красная, потому что город не влазит. Ну тут, судя по всему, океан уже, все. Все, вот на этой реке надо два города будет ставить. Так, а напомните, кто там у нас? Обе Греции, Франция. Кто еще? Германия. Германия. И молчание дальше. Что, я не посмотрю, что ли, думаете? Со временем все узнаешь, Алексей. Ну ты за Китай, очевидно. Мы за Великую Голландию. Ты же прошу, у нас был за Голландию. Мне третью игру подряд попадает в Голландию. Роба Китай. Не выиграл за Голландию. 5-5. Давайте так же. Роба Китай. Поставил бы часа ты жил бы строить. Ну, не сюда, смотрите, а вот сюда. Ну, я тогда чудеса построил. Молодец. Хорошее место тоже на побережье. Шоколад есть, еда есть. Здорово. И третий город тут поставлен. У меня будет такой треугольничек. А вот там сверху интересно. Ой, начинают вот эти метки ставить, сразу игра так подвисает. Без меток не запомните, где, где что, да? Качка уже себе ромашку ставить качка. Я уже разметил, где рулька будет и Колизей. И первые восемь городов под Колизей. Там поставить качка, а метка, куда тебе кидать ягерку. Вот тут городом. Надеюсь, я поставил вам стартами. Судя по этому, тут тоже река. Река, а не побережье. Сейчас я еще сюда прыгну. Уже вороры снизу пришли. Ну, нормально тут. Защищаться отсюда снизу вполне. У меня все основные клетки тут обрабатываются. Я, наверное, обработаю лошадей. Потом пойду здесь ферму на рисе сделаю. И третьим тогда какао. О! Отлично. Три ресурса роскоши сразу у двух городов. Вообще зашибись. То есть я следующим после поселенца рабочего построю. Очень-очень неплохо все пока. Начальное. Где это варвары появились? О, тут варвары появились. Надо будет идти. Поселенца защищать. Отлично. Еще и жители получили. Все равно два хода мы никак поселенца не ускорим. ребят хор и метки ставить дайте походить у меня не подлагивает стран алексей что нет уже все нормально эти ком поменял очень смысле комп поменял помнится кажется продавал свой компьютер новый купить я купил уже новый после этого продавал как по твоему мнению я видео делаю на калькуляторе не ты можешь делать видео на старом еще не купить новый 31 ну сейчас вырастет два жителя надо будет наверное потом рабочего или сразу 3 делаем просто тут вот вот это очень неприятная штука потому что я тут хочу город ставить не тут и надо его ставить а а там эти ворожский лагерь то есть я думаю что надо видимо не сначала рабочего надо рабочего этим дуболом попытаться этот лагерь расфигачить ну сначала вообще помочь этого поселенца довести для начала никто не прибежит никакими скаутами так вот плюс 5 против варваров тут на пантеон все традиционно нашелся к новый континент и лиц открывать строителя или вот так производства производства 7 4 а час прихода вон так прихода и 9 а так 4 хода вот так давайте скаут с этого района блин там фигом он придет вот отсюда когда попрут это конечно будет неприятно он может решиться ну виду и силенцы сюда его хочу ставить забыл запись нажать великая франция поставил город врачники стал строить чей я думаю если вы пить краю как бы не факт я вошел целых я еще там не разведывал но марсел такой левый город марсель это мой верхний город таком континенте ну ставь и ты могу тебе помешать казахстане шутник хочу в смысле почему шутник казахстане есть такой континент я хочу узнать где ты живешь друг тушки а франция сколько там сразу имеет плюс 3 ксили всех юнитов убийские лучники у нее короче почему заметили америка у меня пересечение четырех континентов селись на там где столица и сынар на он со всех сторон другие континенты а ты уже нападать собирался до как тут и сидится как тоже непонятно где дуболом какой-то прется тут что ли болото блин единственное что минус этой местности что медленно юниты ходят какой другой континент найдут со временем хорошо америка у тебя пересечение четырех континентов а столицу тебя на каком стоит зеландии на зеландии вот кто-то кто там на зеландии напрягитесь мне больше интересно где стокгольм я слышал это заветное слово и стокгольм там тебя нет пока и кто такой умный ничего в мечети а ну-ка кто здесь кто и что-то сделаешь придешь с ничем футбик поиграть или это художественную гимнастику изобразишь тебе если мой стокгольм не нравится ты выходи раз на раз не интернете базарь нет хочу базарить в интернете не хочу ходить раз на раз слушай качка что нас людей в возрасте обижают мне тоже звали раз нас законе без приверженности грубой силы здесь все варвары уже стали сразу разберусь с лагерем хорошо что через речку видите видишь марсель где находится классный город будешь тоже хороший город нет я не могу сейчас раскрыть но ты должен догадаться и тоже помалкиваем почему он через шесть ходов скажем живет пойдем пойдем шоколадку обработаем еще и конечно классная клетка к и в рост производство производства производства нормально мне нравится все что там у людей онлайн второй город поставил качечка второй город поставил жоржа второй город поставил нет второй год а только у нас фантом ты у нас единственный кто-то второго города до сих пор ну как видишь вторые города для лоха ну ты за себя говори венеция вот и бишь инвиктор сдай денег это моя руинка нашел бегаешь куда нашел все монлайт расскажи еще раз что он хочет сделать не говори никому тихо потом через через 4 хода скажи короче он ведет военного инженера ставить сеться дорогу пусковой шахт опасный алексей ты что такое что что там где родному живешь ты дашь мне эту рынку скажу вымогатель почему это как раз торговец почему вымогатель моя руинка и небось пришел за 15 тыл и сунду а ты за сколько пришел третья клетка одной столицы я очень правильно сюда город ставлю тогда третья клетка от столицы да вот такой вот нищенский париж что подвелся и где у тебя столица сверху или справа много жителей даже два раза ты скажу я с вечим ходом узнаю тебе не кажется что это как-то слишком дорого за такое бери 10 поставишь оставьте метку на свою я поставлю поставь метку на свою я поставлю на твою нормально нет но я здесь наоборот не то есть если ты в трех клетках отсюда я следующим ходом узнаю где твоя столица а я отсюда не в трех клетках нет вы столицу я твои границы вижу и синдиктусом воевать чувствовали 70 мы будем все 5 воевать ну и сможем мы договориться о территории или нет здесь будет я обязан поставить все если мужик просто обязан офигеть ну виду я такой город как ни странно я не против у тебя столица справа все-таки за горами вот этими да нет там фишка в том что в то место куда я хотел поставить город появился лагерь варвара и он уже заспамил разведчика сейчас он побежит и начнут заспамиваться лошади тогда пока пойдем амбар это сорганах делу получил и почему может леих упереть и потому что нехватка жилья и город ему надо до границ зайти у него сгорится маркер он побежит обратно одну плет сверху тусыри то есть у меня в принципе если тут смогу поставить тут смогу мы уже слились дружище вот этот варвар тут свои за рано нету смешно что это непроходимая территория просто тут надо развиваться я городов 6 поставлю будет очень 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 неплохо теперь вас нет и не смогу различать кого нас вас вот этих вот рой упа грек ну блин грек перекал то есть артем свои варвар а это не очень хорошо я думал что сверху пустое пространство а там ведь еще один чувак знаете я не хочу ему показываться пока второе дружине вы если скажешь где стокгольм я скажу что это недалеко от жене у нас на деле спасибо бро и зачем ты сказал мне пантеон тут взять давайте подумаем ну конечно рыбацкие лодки взять только у нас или 7 кастин гнега бежи короче да я не нашел ни одной алексея есть бежка одна она может города 100 виктуса оскорбляешь да вообще 4 качка посылает ему не нравится он не дублимирует в целую побеждает всех изредка ну да просто в последнее время еще и скилл потерял конечно этот хитрец еще не походил короче надо внизу исследовать возвращаться с этими варварами тут где-то разбираться лагерь варваров следовать эту территорию то есть выходить в перед боясь карточку и больше городов делать дед меня нашел немец чинят двух варваров уже уничтожил давайте работа бронзы начнем следователь к недавно раз критиковал меня что я плохо воюю не хорошо . это хорошо есть ты тренировался есть чем стрим люди все умеют и бросаются потому что нечем заняться вообще все впереди ну если бы не в жизни было цель хорошо ли в целу наверно ты прав тебя должна быть цель на ближайшие пять часов хорошо верить а ты мне только пить что вы выделяешь это то что уже до часа играем сколько то что хорецкого дается меня захватить слышали себе пять часов тебе время еще должен тебя захватывать подожди тебя не выгодно захватывать в тебя выгодно кидать караван ты шли зашка эту территорию еще инвиктус ты там около себя бродишь в темноте считай чему мне не дают не заслужил так что что возьмем это нельзя брать это нельзя таймер 120 ходов одни как стратегических ресурсов от лагерей ну видимо отрывать что на культуру уже все забрали забрали возьму от рыбацких судов с редким причем хороший марсель дайте только там те поменять их производства поставить мы сейчас всем покажем стоп на долине сейчас производства для юнитов я имею ввиду амбар дострою че можно кораблики построить давайте так сделаем ой а вот и посел да ты же не был против не был перестаньте никто сообразнится нет я не буду дружбу заключать пока не виктус пока города не поставлены дружба заключается по моему бессмысленно тебя можно попытаться а так у тебя суши ты мне наврал да про свою столицу она вон выше ты маленький вру лин виктус это даже не столица лишь я бы тут постою пока не против да я сам не понял то есть ты не здесь горы ставят никими душно мне почему вставь я не против у меня тут шесть гагашек ты про какую которая самая классная гигашка как ты понимаешь не может у вас ведь новый классный гигашки но это вроде как самый голландец караван уже должен ехать в жене где твой караван так а сколько там надо будет 2 полную галеры по видишь синюю или фиолетовую торговцы сделаю ну ты думаешь я вижу одну гигашку знаю сколько он 2 года допускаешь кому лучше в кумасе лучше кумасе нету дружок в арму наверное хотя арма это то что реликвия видишь инвитус я даже шоколад твой не выкупаю хотя могу насколько я дружески к тебе на настроен в этой игре да что ты мне мало плохо видишь рисе суме шоколад вы купить чтоб ты мне не поверил или не выкупать у меня есть возможность вмешать видеть он не смог поставить город там где хотел но часто инвитус удалял метку меня подвисла игра я не знаю почему так влияет кто забрал богиню пойма нафига ты забрал просто чтоб мне не досталось у меня искра божья нет я просто хочу знать кто забрал я рассчитывал это культура ах и тому подобного не этот молоточек спойня на все все велики у меня я весь в веках а мало рекса нужны топе пустыть и пойму и пойму тоже есть я понтон и конечно все понимаем ты прям сейчас хочешь что в смысле это даже сотни ночи нету ты о чем вообще это прачники войска настроил вармонгер видел тут лагерь варварский не пришел вот я пришел забирать немец он тебе выносить сейчас будет признайтесь кто забрал тебя не смущали всякие тебе же инвиктус сказал что инвиктус забрал пантеон уже сказал что у него реки сплошные это с инвиктусом общайся теперь просто убожество инвиктус давай как бы разговор нечем наши сферы влияния я тебе поставлю где я хочу города поставить где ты и будем дальше мирно жить ну что обещаешь мир жить я согласен с тобой висит дела ну вот я хочу ниже шанхая ниже там вот на реке поставит а где пшеница видишь вот это вот все я не думаю что ты туда стремишься сейчас я сейчас я поставлю метку конвенция вот сюда видишь у тебя получится очень легкий проходит к моей столице здесь равнина какой легкий про какой равнина тут горы и одна клетка из холма не но инвиктус а ты где тут собираешься город ставить интересно я там не собирался да то есть ты не собирался вообще город ставить но я не могу поставить просто какой-то легкий проход будет куда-то не слышать 31 ну вообще ладно пускай мне бы конечно вот тут города ставить сторону грека но там фиг влезешь по-моему это что озеро а это озеро кстати тут еще можно города ставить может не не волновать грека понапрасну взять по о каком легком проходе инвиктус говорит попробуем этого варвара убить что ли достаточно довольства в тарсе что я тут вырос нехило так ну наверно надо начинать поселенцы строить без карты себя знаешь в другую сторону нет места я бы сказал хорошо ты же специально ставишь городок моим городом ближе ставь с другой стороны вообще-то у меня и столицы и тарс состоят на океане то есть влево просто нету места можешь прийти посмотреть грек уже в ранней империи кстати так выйти открыл обработку бронзы без уничтожения варваров не очень хорошо не очень хорошо но железо зато увижу нормально бронзы открыли ранее открыли тут постою что-то на основном ходу в три года до не поплыву пока вверх грека не ходит внизу территория то есть может не вообще ведь классе действительно есть на карте блин вот тут был неплохо где-то горько но не влажен чо я чо я вроде не прекращали общественность была в курсе против варваров поставим да она и так в курсе стоп фактическую философию я вообще алексей заинтересован с тобой дружить ну я тоже я ставлю там город диаметку поставил и и мы дружим это танков не я так не буду почему-то танков только дружи почему не до ядерных ракет давайте я вот это не я вот это мне не нравится типа там три дружбы и все вот дружба она только доходов длиться потом имеет смысл продлевать не продлевать конечно постою пока тут надо в темный век выйти у меня же тундра на юге зачем войска строчится они бегают в пустыне но они пришли оттуда чтобы захватить тебя инвиктус бабушка учете такие большие зубы логика но я первый по армии с силой 93 ну я бы на то вместе никус очень напрягся конечно 93 да это это заявочка я еще могу тебе я сейчас я сейчас дубин настрою тачка качка ты поставил игры что мне поможешь в конце концов ты набросаешь на произвол судьбы я уже это сделала заметил остались же и виктус я типа могу держись воюй а где качка очка не видно потому что качка уже не тот уже не тот раньше он был вот этот пирожочек со всеми дружочек а теперь он обижать качка ну ты балабол просто иди помоги может еще и путин балабол не бросай меня ты куда это россияне путин был путин царь как этому говорят я знаю как украинцы говорят мы не будем здесь нельзя я нашел все-таки грешку торонто как бы неплохо пуши производственное но сейчас на не очень без действий районов остается еще на треке в принципе в принципе можно будет пользоваться ну видимо надо будет вниз расселяться здесь ставить города что в сторону грека я только могу тут поставить наверное нет не могу я все-то нигде не могу дадут сообщение эту смыслы вверх между логичи переключи хорошо что то есть какая-то территория где могу поставить города вот это важное место чтобы переключить просто тех вы не учи на 31 ход все этого поселенца или вниз поведу 12 культуры у человека также помочь мне кажется самое время бояться нет давайте вы круиз вынесет кумасе ребята вынести кумасе просто это голландии американец может вынести другой стороне что значит в другой вон шесть клеток между границами и город массе американцами ничего нет ставь на реку там город и забирай кумасе себе ну это будет хороший вариант здесь грек меня не найдет кто там куда выходит что ли все это готов там на саду мир солод подружбим лайк да онлайн темный век воинс в нормальный качечка темный жоржев нормальный артем счет эпохи 1 артем вот это реальный темный век это я понимаю это просто нация вообще типа ничего ну он старался на старался это мало ли что там бывает на последних ходах как на последнем ходу артем я специально я вот вижу твои границы специально тебя не буду находить чтобы ты с единичкой вошел в темный век ну давай спасибо ну как бы любой недобор у нас довольно трясающий найдите качечку качечки один слушай онлайн ну ты вот прям не знаю нарываешься так покажите где вот кумасе расскажите мне покажите поставьте кумасе просто крутое город государством очень много культуры дает союзник потому что он дает культуру караваном там зависимости от районов по моему реально очень много стокгольм очень хорош для науки так темные века можно ментальности я буду районы явно строить давайте в деньги я послал ли все да щас так недооцениваю мощь 29 да века века век в в в м тут проплывание то прикольно надо ли мне еще поселенцы влезут ли еще города у меня 6 городов наверно надо составляли 6 этого достаточно тиберяк на поселение этот еще ты мне дашь проход твой вас вот здесь если только если каждом с тобой выдвину без любящих сидим не вокруг это лучше стокгольм тебе все расскажи на этом пока все продолжение будет завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока